Московские и питерские футболисты первыми вышли на песчанное поле. Первый гол Кубка России забил спортсмен ЦСКА. Но тут же в их ворота прилетел ответный мяч. Первый период так и завершился со счетом 1-1. Во втором тайме красно-синие добавили еще одну очко, после чего питерский клуб начал свою атаку. Матч завершился в ничью. И в продолжительной серии пенальти Сити обошел ЦСКА, набрав на очко больше. Итог встречи 6-5. Теперь проигравшим в этом матче армейцам нужно завтра обязательно победить Кронштадт-Променад. Всего же на первом этапе сразятся 18 команд, признанные лучшими по итогам отбора в регионах. Разбились на 6 групп по 3 команды и на протяжении первых трех дней сыграют каждый с каждым матч. По итогам трех игровых дней из 18 команд борьбу дальше продолжат 12. И к ним добавятся 4 команды из Суперлиги. Таким образом, во втором этапе сыграют 16 команд, в их числе футболисты клуба «Кристалл», который неделю назад на этом же поле стал чемпионом России. Матчи будут проходить ежедневно с 10 часов утра. Вход свободный. Обладатель Кубка России будет назван 4 октября.